ЗАПАДНАЯ Армения Чёткие сообщения о событиях в Ярасских газетах Республика Армения. Иран призывает к миру на Южном Кавказе. 1 августа в селе Ганца Джавахка откроется выставочный зал дома-музея Ваана Теряна. Телеканал «Западная Армения» представляет дом-музея Ованеса Туманяна. Поддержим государственное телевидение «Западная Армения». На полях Мурского района Западной Армении началась уборка и продажа пшеницы. Бушующая засуха в регионе отрицательно сказалась на количество посевов, но в то же время улучшила качество пшеницы. Перекупщики закупают пшеницу на месте у сельчан, которые везут её в восточные районы Западной Армении. Все собравшиеся жители села единодушно утверждают, что экономические трудности, возникшие после ковидских ограничений, усугубились засухой в этом году. Но в любом случае у фермеров Муша есть положительные ожидания. 23 июля около 11 часов вечера подразделения ПВО вооружённых сил Республики Армения пресекли попытку проникновения в воздушное пространство Республики Армения беспилотника в юго-западном направлении армяно-азербайджанской границы. Об этом «Аурмен Пресс» сообщили в Минобороны Республики Армения. По состоянию на 9 часов ночи 24 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна по всем направлениям. Напомним, вчера азербайджанские силы обстреляли позиции Вооружённых сил Республики Армения в Артаниси, в результате чего были ранены трое военнослужащих, один из которых оценивается медиками как крайне тяжёлый. В то же время Вооружённые силы Азербайджана сообщили про одну жертву. Спровоцировав очередной инцидент на границе между Арменией и Нахичеванью, Азербайджан попытался продемонстрировать своё преимущество с позиции силы в послевоенный период. Но адекватная реакция Вооружённых сил Армении стала для Баку холодным душем. Армянская сторона своими действиями показала, что Вооружённые силы страны в короткие сроки восстановили свою боевую готовность и готовы отметить на любую подобную провокацию. Баку, верный своему стилю работы, сопровождал очередное посягательство на армяно-азербайджанскую границу с дезинформацией. Министерство обороны Азербайджана распространило ложные слухи о том, что Вооружённые силы Армении открыли огонь в направлении посёлка Садарак в Нахичеване. Официальный Баку, как всегда, на этот раз скрыл факт своих жертв, сообщив только о раненых. Сегодня решающим фактором на границе является не определяющий фактор, а сила воли пограничников и их мастерство, существование которых никогда не подвергалось сомнению армянскими военнослужащими. Понятно, что любая провокация на чётко обозначенных участках армяно-азербайджанской границы получит адекватный ответ. Инцидент с Иераском доказал, что армянская сторона пал на решимость и не допустить посягательств на свои суверенные территории. Иран призывает к миру на Южном Кавказе. Об этом заявил официальный председатель МИД Ирана Саид Хатибзаде в связи с пограничными столкновениями между Азербайджаном и Арменией, сообщает Ирна. Такое заявление Хатибзаде сделал в субботу. Он выразил разочарование в связи с убийством и ранением нескольких человек на границе и призвал к миру издержанности. Он заявил, что Иран готов оказать любую помощь в установлении мира в регионе. 1 августа в селе Ганза Джавахка на родине известного армянского поэта лирика общественно-политического деятеля Паана Терриана откроется выставочный зал Дома-музея великого поэта. Фонд «Поддержка Джавахка» выразила эту инициативу по реставрации выставочного зала Дома-музея Терриана при поддержке благотворителей. Отреставрированный выставочный зал Дома-музея привлекателен богатыми и некрасивыми дизайнерскими решениями трехуровней экспозиции, а также оснащен нововведениями, характерными для 21 века. Во время церемонии открытия мы сможем услышать, прочитать и прожить немного времени вместе с Террианом. Мы окажемся в загадочной и сказочной среде Терриана, почувствуем дыхание его весны и осени в разгар лета, и, наконец, мы будем ближе к ярким звездам, известным вам по стихам великого поэта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 010-52-20-26 или 098-84-15-18. На телевидении Западной Армении вы можете посмотреть репортаж, в котором рассказывается история юношеской жизни и творчества Ванессы Туманяна. Вы можете познакомиться с его жизнью и литературной деятельностью в разные периоды. Видео подробно рассказывается о визите Туманяна в город Ани, в тысяче и одной церкви, где фотографии также показывают варварство, совершенное турками против армянской культуры. Видео доступно на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. Уважаемые соотечественники, государственное телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Работа наших лет направлена на сохранение и развитие связей наших соотечественников с Родиной. В этот исторический момент все мы обязаны поддержать наши национальные чаяния. Вместе противостоять стоящим перед нами вызовам и добиться установления наших справедливых прав, которые, к сожалению, игнорируются в современных международных отношениях. Наша борьба продолжается, но ее победа неизбежна. Западная Армения надеется на вашу активную поддержку на этом нелегком пути, по которому мы пойдем вместе с вами. Вместе мы можем сделать больше. А далее для вас ансамбль Маратук Эрзруми Шорор. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала. Западной Армении. А на сегодня все. Желаем вам всего хорошего.